Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна и порция практических советов. У нас небольшой устойчивый минус, а это говорит о том, что все слабые зимостойкие растения нужно укрыть. Присоединяйтесь. Как я укрываю свои растения, я покажу на примере ежевики и винограда. Ежевику я обрезала, убрала листья, связала и пригнула к земле. Прежде чем виноград и ежевику укрыть, даже сейчас можно и нужно обеспечить эти растения запасом питания на следующий год, ведь весной время скоротечно, мы ничего не успеваем. Будет много работы с рассадой. Из расчета на один взрослый куст ежевики в прикорневую зону я высыпаю одно ведро конского перегноя. 3 литра качественного биогумуса. Далее у меня 100 грамм сухого полностью натурального удобрения для ягодных культур и земляники. 100 грамм на 1 квадратный метр муки из водорослей. Перебарщивать с этим удобрением ни в коем случае нельзя. Мука из водорослей – это источник биологически активных веществ. Но, пожалуй, самая главная особенность этого удобрения в том, что водоросли увеличивают, сильно увеличивают поглотительную способность корней. То есть, если в почве есть эта добавка, питание растения будут усваивать в 2, а то и в 3 раза лучше. Раз в году под все растения без исключения я буду вносить органический магний. Он отвечает, прежде всего, за фотосинтез и насыщенный цвет листьев. Норма внесения у магния совсем небольшая – буквально 20-30 грамм на квадратный метр ни на одно растение. Ни в коем случае не превышайте дозу. Все внесенные компоненты нужно слегка заделать в почву. В нашей Самарской области, на мой взгляд, не было достаточного количества дождей. Земля слегка сухая, поэтому перед укрытием я делаю влагозарядковый полив. Далее ежевик и виноград я накрываю нетканным материалом. У меня плотность материала 30 грамм на метр и беру я его в два слоя. Удобнее взять 60 грамм на метр и использовать в один слой. Материал пристреливаю к коробу к деревянному при помощи степлера строительного. Материал на месте – это мешок для строительного мусора, который наполовину заполнен сухими опилками. Получаются маты. Именно этими легкими воздушными матами я закрываю все свои неземостойкие культуры. Я знаю, что многие дачники считают, что при укрытии опилками растения могут выпривать. Это совершенно правда. Но в данном случае опилки не соприкасаются с ежевикой, то есть с лярными или с виноградом. Они соприкасаются с материалом. И второй очень важный момент. Чтобы растения не вопривали, при укрытии опилками нужно соблюсти одно главное условие. Укрывать нужно, когда минует угроза дождей, то есть когда будет постоянный небольшой минус. В таком случае опилки останутся сухими. После схода снега опилки действительно немного намокают. Нужно будет снять эти мешки и просушить под навесом. Очень часто задаваемый вопрос, использовать для укрытия нужно белый материал или черный. В идеале можно использовать и тот, и другой. Но вот у меня в чем причина использования белого материала. Дело в том, что мешки я весной убираю, а неткарный материал оставляю на случай возвратных заморозков. Именно по этой причине я использую исключительно белый нетканный материал. Он не нагревается и растения под ним не запревают. Если же вы снимаете такое тяжелое укрытие вместе с материалом, то можно использовать и черный. Сегодня мы будем собирать действительно последний урожай в этом сезоне. Остался редис под нетканым материалом. И первые заморозки его не тронули. Я выращиваю два классных гибрида редиса. Это Мечта Алисы и Дуся. Их можно сеять в любое время, даже в июльскую жару. Эта редиска совсем молоденькая. Я ее не очень давно сеяла. А этот гигант тот же самый гибрид Мечта Алисы, но про который просто забыли на грядке и вовремя не собрали урожай. При этом, смотрите, редис не ушел в цвет и если его разрезать, он будет вполне себе съедобным. Если у вас не получается хороший редис, то начните с того, что купите качественные гибриды. Сажайте исключительно на солнечном открытом месте и не допускайте загущенности. А еще редис любит регулярный полив. И, кстати, не любит, когда под него вносят большое количество золы. Он тоже может уходить в цвет. Аромат у молодого кориандра просто сногсшибательный. Сразу хочется харчо приготовить или какой-нибудь соус. Последний самый маленький неудавшийся экземпляр лука-порея можно оставить зимовать на грядке и весной собирать урожай. Лук-порей не боится морозов. Мы уже начинаем выбирать семена к новому сезону. Если вы решили вырастить лук-порей, то должны знать, что семена должны быть свежими. Поэтому внимательно смотрите год урожая. Он должен быть собран в этом сезоне. Вот только такие семена можно брать, потому что лук-порей быстро теряет свою всхожесть. Возьмите сорт Elephant. В переводе с английского слон. Не зря его так назвали, потому что сорт действительно крупный, проверенный и очень надежный. Еще одна холодостойкая культура это петрушка. Заморозки минус один, минус два она спокойно выдерживает. Ну а дальше ее уже нужно накрывать. Если вы рассчитываете, собирайте урожай вплоть до конца ноября. Еще раз вам демонстрирую, что мои грядки с зелеными культурами укрыты неткальным материалом, чтобы их не тронули первые морозы. Вот в данном случае материал очень теплый. 200 грамм на метр. Черешковая капуста действительно очень вкусная, особенно идеальна для приготовления салатов. Если ее сеять немножко раньше и в теплицу, она может достигнуть приличных размеров. Еще на грядке остался последний экземпляр черешкового сельдерея. Сорт называется Малахит. Кстати, он очень крупный. А еще остатки неудавшейся капусты. Но сейчас все пойдет в дело. Последние витамины этого сезона можно отправляться домой. Ведь там тоже уже есть урожай. Самый частый вопрос, какой нужен по качеству грунт, чтобы вырастить урожай на подоконнике, либо качественно рассаду. Прежде всего, грунт должен быть воздушным. Именно это определение более всего подходит. Питание уходит на второй план, потому что мы всегда можем внести его дополнительно. Тяжелый грунт, особенно это выражено именно в домашних условиях, плохо снабжается кислородом. В итоге корневая система развивается плохо. Грунт, не освоенный корнями, быстро закисает и присоединяется патогенной микрофлора. От чего начинаются корневые гнили. И вы не можете получить качественную рассаду. Я часто вам говорю, что мои рекомендации для вас основаны исключительно на личном опыте. И эти результаты я довольно часто вам показываю. В прошлой программе мы вместе с вами пересаживали огурчик из объема 400 миллилитров в полтора литра. Размер листовой пластинки у рассады этого огурца просто впечатляет. И также можно увидеть хорошо разветвленную корневую систему. А этот огурчик, это тот же самый гибрид, я не пересадила. Он остался на неделю в горшочке объемом 400 миллилитров. Что же с ним не так? По краю листовой пластинки хорошо видно желтую кайму. И листочек как бы немножко свернулся вовнутрь. Это не что иное, как нехватка калия. Этому огурцу уже нужно давно предоставить больший объем. Ему не хватает катастрофические питания. Его корневая система не развивается. Если огурец сейчас пересадить, ситуация быстро нормализуется. Чтобы сделать воздушный грунт, в очередной раз за основу я беру почвобрикет на основе торфа. Этот почвобрикет содержит еще комплексные минеральные удобрения. Но не переживайте, никакого вреда вашему здоровью не нанесет. Потому что все это минеральное питание на ранней стадии развития уйдет на рост. Когда будут плоды, там уже ничего не останется. Здесь нет патогенной микрофлоры. Нормализован уровень кислотности. И также есть в качестве разыхляющего дополнительного компонента вермиколид. Заливаем горячей водой и ждем приблизительно 15-20 минут. Гибрид этого огурца называется конамор. И он подходит для выращивания в домашних условиях. Так как гибрид портенокорпический. Ему не нужны для опыления пчелки. Конамор салатного типа огурец. Он гладкий и очень нежный. Поэтому семена можете приобрести для нового сезона. Когда у вас действительно рыхлый и обогащенный питательными веществами грунт, то в домашних условиях при дополнительном освещении можно собрать на подоконнике даже урожай кабачков. Грунт действительно классный. Он однородный и воздушный. Еще один постоянно задаваемый вопрос в социальных сетях, который вы мне адресуете. Этот почвоприкет можно использовать в готовом виде, ничего в него не добавляя. Или все-таки добавки вносить нужно. Это зависит от того, какие культуры вы выращиваете и на какой стадии. Безусловно, грунт содержит комплексные минеральные удобрения и может быть использован без всяких добавок. Но, к примеру, огурцы очень любят органику. И высаживаем мы их все-таки на длительный период. Поэтому я предпочитаю в грунт добавлять хорошую порцию качественного биогумуса. Так как биогумус немного утяжеляет грунт, а он должен быть воздушным, я добавляю порцию перлита либо вермикулита. Также вермикулит и перлит как разрыхляющую добавку можно использовать совместно. Грунт готов, он воздушный и питательный. Можно заниматься пересадкой. Более никаких дополнительных секретов, чтобы вырастить такую качественную рассаду у меня не существует. Но разве что я использую для досвечивания профессиональные фитосветильники. Я вам могу показать, и вы убедитесь, что огурчики в моем зимнем саду уже свисают гирляндами. Да, мы получаем вырожай дома не огромный, но он регулярный. И на завтрак нам вполне хватает своей зелени. Думанным на подоконнике хочется получить не только большой урожай, но и богатый по витаминному составу. В магазине такого нет. А для этого растению нужно обязательно давать регулярное питание, которое содержит комплекс необходимых витаминов и минералов. И самое главное, удобрение должно быть натуральным, чтобы получить экологически чистый урожай. А сделать это очень просто. Для этого нужно раз в неделю давать подкормку биостимуляторам на основе водорослей хлорелла. Водоросли можно давать по листу и под корень, а можно чередовать. Минимальная рабочая доза это 50 миллилитров на литр воды. Но если ваши растения болеют, то их можно опрыскать прямо концентрированным продуктом. Вообще-то хлорелла это один из самых богатых продуктов на земле. И что же она содержит? Около 650 различных элементов питания, 40 аминокислот, все известные витамины, фитогормоны. А главное, что там еще есть натуральный антибиотик хлорелин. Данный продукт можно применять для всех растений без исключения. Желаю вам богатых экологически чистых урожаев. Перед вами розмарин. И когда вы видите такое огромное пышное растение, то оно приводит, конечно же, в восторге. Многие удивляются, а как такое возможно? Розмарин растение многолетнее. Просто в наших условиях он не зимует. Растет он в Сочи, в Адлере, вы можете видеть его в Абхазии. То есть в тех регионах, где нет морозов. Этому экземпляру просто уже три года и зимовать я его забираю домой. В идеале он должен стоять при не очень высокой температуре, при хорошей влажности воздуха. То есть около батарей он не будет зимовать. Ему нужен свет, но температура приблизительно 14 градусов. А еще многих удивляет тот факт, что оказывается розмарин цветет. Да, он усыпан огромным количеством невзрачных нежных сиреневых цветков. Если вы к началу сезона хотите высадить в грунт качественную рассаду, то в принципе уже сейчас можно приступать к посеву. Смотрите, чтобы семена были свежими. Эта кашпо у меня весь сезон стояла на даче. И еще один секрет, почему она такая здоровая и пышная, кроется в правильном питании. Если вы посмотрите мои весенние программы, то увидите, что в это кашпо я сажала розмарин с добавлением ионитного субстрата. Этот способ, на мой взгляд, самый инновационный, самый быстрый, простой и современный. И, кстати, у меня добавка специальная, разработанная именно для зелени. А способ этот простой, потому что для достижения видимого результата на 1 литр готового грунта нужно взять 1-2 столовые ложки умной добавки. У меня розмарин не только цветет, он еще дает новые приросты. Для того, чтобы дома была комфортная влажность, всегда используйте увлажнитель. Так будет хорошо не только вам, но и вашим растениям. Горшок моему розмарину явно маловат, поэтому сегодня вечером буду пересаживать. А грунт готов. И, кстати, с этой добавкой невозможна передозировка. А еще невозможен ожог корневой системы. Вы можете взять этот субстрат в чистом виде, посадить прямо в банку растений, оно будет прекрасно развиваться. И напомню вам, что это не минеральное удобрение. Вы можете больше после пересадки не делать ни одной подкормки. Единственное, что бактерий для профилактики болезни, конечно же, добавлять можно и нужно. Домашние условия – это очень комфортная среда для развития патогенной микрофлоры. Ну и плюс еще сухой воздух, который обезвоживает растения. Они теряют иммунитет и очень быстро заболевают. По этой причине профилактика у меня еженедельная. И сегодня вместе с вами я буду готовить очень крутой и полезный коктейль для всех растений. У меня в руках биологический прилипатель. Я просто настоятельно рекомендую, чтобы он оказался в зеленой аптечке буквально у каждого дачника. Он недорогой, но при этом сэкономит вам много средств и времени. К нам постоянно добавляются новые телезрители, поэтому информацию буду повторять. Дело в том, что нельзя взять биологический прилипатель и просто добавить в рабочий раствор. Он не разойдется как нужно, то есть не будет действенным. Разводить его нужно в три этапа. Берем одну неполную чайную ложку биологического прилипателя и добавляем такое же количество воды и тщательно вымешиваем. Теперь добавляем несколько ложек воды и снова тщательно вымешиваем. И третий раз это уже будет приблизительно полстакана воды. И только сейчас непрерывно помешиваю струйкой, ввожу в один литр воды. В этой бутылочке находится бактерия Bacillus subtilis. Попадая на растение или в почву, она создает надежный барьер. И постепенно вытесняет патогенную микрофлору, даже если она уже есть и в почве, и на ваших растениях. Баночки перед применением обязательно встряхиваем. На один литр нам нужно буквально полтора миллилитра препарата. Действие Bacillus subtilis мы сейчас с вами будем еще усиливать с другим микробиологическим препаратом. Помимо того, что здесь тоже есть Bacillus subtilis, здесь еще есть азотофиксирующие и фосфор-калиймобилизирующие бактерии. Они нам нужны для того, чтобы перевести питание в доступную, удобно варимую для растений форму. Также достаточно полтора миллилитра на один литр воды. Такой коктейль нужно давать два раза в месяц, без исключения всем растениям, которые находятся в вашем доме. Но в очередной раз напоминаю вам, для того, чтобы этот коктейль сработал на отлично, нужно соблюсти одно условие. Вы должны сделать обработку полистулу, когда выключите лампы, свои фитосветильники, потому что на ярком свету бактерии погибают. Поэтому лучше всего делать обработку ранним утром или вечером. Вы спрашиваете, а чем без вреда для собственного здоровья подкормить сейчас все растения на подоконнике, с которых мы планируем собирать урожай и употреблять в пищу? Самая важная, самая главная подкормка – это настой биогумуса. Желательно не покупать в магазине готовый настой. Он не совсем натуральный. Нужно готовить его самостоятельно. А для этого нужно приобрести качественный биогумус. Нам понадобится один стакан биогумуса и 10 литров воды. Высыпаем и настаиваем ровно 24 часа. Ваша подкормка готова. Не забудьте иногда помешивать. И этот раствор может стоять, конечно же, больше, нежели 24 часа. Ему ничего не вводит. Если вы действительно хотите получить хороший урожай в домашних условиях – это огурцы, томаты – то желательно, чтобы раз в месяц все ваши растения получили микроэлементы в хилатной форме. А еще каждую неделю я чередую по листу экстракт кедра, экстракт хвои и водоросль хлорелла. Также можно применять натуральные эликсиры для овощей. Но норму, которая здесь указана, нужно в 3-4 раза снизить. И лучше давать эликсир по листу. Это основа моей зеленой аптечки, качественный грунт, плюс эти подкормки. Более дополнительно я своим растениям и рассаде ничего не даю.